С прошлого года уже метеорологи нам напоминают, ну, по крайней мере, в Риге-то особого тепла не ожидается. Плюс, конечно, будет, но не больше плюс трех, по крайней мере, но вот в Кузомы обещают даже местами до плюс десяти. — Погода, безусловно, шепчет, и на минувших выходных Рижане и жители прочих мест Латвии прощались уже с зимой, встречали весну, и по всем показателям, в общем-то, метеорологическая весна наступила, дожили, а через неделю выдохнем и скажем, ну что ж, перезимовали. — Конечно, светит солнце, и сразу появляется другое настроение, и снег тает, и капелит, и ирущи текут, и, правда, метеорологи предупреждают, ну, вчера уже, ладно, это прошедшее время, а сегодня может значительно ухудшиться качество воздуха, это тоже связано с микрочастицами, которые витают в воздухе. — Даже смог нам обещают. — Совершенно верно. — Забытое для Латвии слово. — И еще хочется добавить, нужно быть предельно осторожными на дорогах, и ни в коем случае не газовать, потому что тот чистый асфальт, который, наконец-то, появился из-под корки снега, может обещать и таить себе самую настоящую опасность. — Вот об этом мы тоже поговорим. — Сразу хочу сказать, что поскольку у нас утро на Болоткове продолжается почти два часа, то во второй части такая, может быть, для интриги, не для интриги, мы, конечно, попытаемся в оставшееся время, после того, как обсудим все остальные текущие вопросы, конечно, пройдемся чуть-чуть. — Я понимаю, что это будет в какой-то степени такая спекуляция, поскольку решение или приговор по делу Айвара Лэмберга начнется его оглашение только в 11 часов. Это будет укороченная часть вот этого приговора, в принципе, как ожидается, вот само чтение, вот этой даже укороченной части может занять 2 часа, пресс-конференция запланирована на 14 часов, ну, таким вот образом, в принципе, ближе к обеду мы узнаем, каким же будет приговор суда первой инстанции, и поскольку господин Лэмберг и его сын Андрейс и еще предприниматель Сормулис были обвинены в таких тяжелых преступлениях с большой суммой ущерба, то первая инстанция была сразу в соответствии с законом не районный суд, а шишеский окружной, так что следующая уже апелляция можно будет подавать, наверняка она будет, судя по всему, если вдруг будет оправдать на приговор, скорее всего, прокуратура дальше обжалует в Верховном суде. Ну, обо всем поговорим подробнее, не будем раскрывать всю интригу. Возможно, даже сделаем ставки, если в 11 часов только начнется оглашение приговора, а, в общем-то, прокуратура требует 8 лет и 150 минимальных зарплат, и непонятно, чем закончится, учитывая личность Лэмберг в истории Латвии. Можно делать ставки. Можно делать ставки. Кто скажет, что будет такой срок, кто скажет, что оправдает, кто скажет, что меньше, но вряд ли будет больше, но в любом случае интрига есть, не переключайтесь, обязательно во втором часе мы об этом поговорим, а сейчас начнем с дорог. Начнем с дорог, и мы связываемся с руководителем отдела коммуникации «Латвия» с ВАЛСЦЕЛИЯ Анной Кудановой, чтобы поговорить о том, насколько опасно или безопасно, хочется надеяться, конечно, на второй вариант, что безопасно перемещаться. Я должен сказать, что мы сейчас в самое такое благоприятное время вот об этом говорим, я имею в виду, поскольку сейчас многие как раз садятся в свои машины, погревают двигатели, чтобы уже двигаться на работу, и я думаю, что как раз на многих участках еще дороги не разъезжены, особенно, наверное, на стыках, вот когда кто выезжает на мост, наверное, знает, что всегда вот утром надо быть, надеюсь, что знает, особо осторожными. – Что у нас со связью с Анной? – Да, у нас… – Коллега. – А, у нас она посредством зума. – Коллега показывает, да, что надо. – Да, я думаю, что она у нас будет на телефонной связи. Тогда мы сейчас чуть-чуть подождем и попытаемся ее вывести на связь. – А пока мы ждем и выводим в эфир Анну Кононову, я хочу сказать, что, согласно прогнозам, самый теплый день на этой неделе ожидается в четверг, согласно прогнозам Латвийского гидромедцентра, воздух прогреется аж до плюс 8 и плюс 13 градусов по всей Латвии. – Да. Ну вот, кстати, когда начнет таять снег, нас ожидает еще масса приятных событий. К примеру, вчера я с ужасом, пройдясь по улице, перебегал от одной дороги к другой, поскольку, к сожалению, еще одна наша проблема. Многие, видимо, не ожидали оттепили, я имею в виду, хозяева или домовладельца, и не чистили вот эти крыши, и они становятся такие смертельно опасные. Но это, наверное, следующая проблема. Ждем, пока к нам подсоединится Анна Кононова. Ну, пока нет, не вижу. Чтобы она к нам стучалась в зум, а хотелось бы. – А сейчас я напишу Анне. Вот я и написал. Анна, вы с нами? Очень надеюсь. Да, две проблемы, конечно, самые основные на этой неделе – это дороги и сосульки. Я так понимаю, на сосульке… – Я не испугался, я думал, что, ты скажешь, вторая классическая проблема, но… – Те, кто не чистит сосульки, в общем-то, могут быть отнесены к этой второй категории. – Да, ну, я должен сказать, что, на самом деле, если мы говорим вообще, пока мы ждем созвона, ну, кроме дорог, наверное, это то, что актуально для всех автомобилистов, еще, наверное, та проблема, которая будет обсуждаться очень активно на этой неделе. Во-первых, сегодня в 14.30 будет Коалиционный совет, где, как ожидается, обсудят вот эту инициативу, весьма опасную, видимо, с точки зрения Минздрава. Это инициатива министра экономики о том, чтобы открыть уже все остальные магазины с соблюдением тех мер безопасности, которые сейчас введены вот в этих продовольственных и хозяйственных магазинах. Во вторник будет, то есть завтра, заседание Кризисного совета вместе с заседанием правительства, и там тоже, возможно, эта инициатива господина Виттенбергса будет обсуждаться, но мы рискнем предположить, что поддержки она не получит. Есть ли у нас на связи? Нет пока. – Мы немножко поменяем способ связи, а пока я хочу продолжить. Да, конечно, это прекрасная инициатива, но, опять же, среди правительства нет согласия, некоторые говорят, да, давайте откроем магазин, их поддерживает ассоциация торговцев, что понятно. И, естественно, другой министр здоровья, Павел Господин, говорит, ни в коем случае нельзя этого делать, и уже все эти фейсбуки, например, ходят за эту шуточку, мем так называемая, давайте они между собой познакомятся хотя бы. – Да, это замечательно, но вот что касается вообще ограничительных мер, очевидно, что уже с 1 марта, скорее всего, все-таки правительство позволит работать парикмахером, специалистом по маникюру и педикюру по очень простой причине. Больше трех месяцев уже нет возможности людям привести себя в порядок, и здесь, наверное, сложно не согласиться с министром экономики, который сказал, но вы же понимаете, что если очень долго в течение длительного времени одну из таких важных услуг населению легально не оказывают, то, значит, люди все равно будут искать способ сделать это нелегально, и, как сказал Виттенбергс, когда он ходит по улицам, ну, у нас министры иногда ходят по улицам, да, но у нас не только министры ходят по улице, у нас и многие ездят по дороге, включая министров, но сейчас у нас на прямой связи, я уже вижу, на прямой связи сейчас будет Анна Кононова. – Более того, мы видим и, надеюсь, слышим. – Это сейчас мы узнаем от нашего звукорежиссера. – Доброе утро, Анна, вы с нами? – Доброе утро, я только не понимаю, по какому средству связи. – А так получилось, что по обоим, давайте выберем тогда уже, потому что… – Ну, наверное, может быть, зум, это будет получше, чтобы не было фона такого. – Тогда я кладу трубочку, да? – Да. – Ну что же, еще раз проверка связи, Анна. – Доброе утро. – Доброе. Понедельник день тяжелый, но мы справились, мы с вами связались. Итак, сообщается, ну, в Латвии с Валселли сообщают, что нужно быть предельно аккуратными на дорогах в ближайшее время, потому что началась оттепель, и это, конечно, очень здорово, но и очень опасно. Так ли это? – Да, опасна не столько сама оттепель, сколь переменчивые погодные условия, которые нам прогнозируют как минимум в ближайшие следующие две недели, что значит, что ночью это будет отрицательная минусовая температура, утром и днем это будет положительная, то есть это же самая оттепель. И что значит? Что, во-первых, по утрам, скорее всего, все асфальтовые дороги будут обледеневать. То есть всюду, где ночью минусовая температура, утром плюс, это значит, что дороги будут скользкими, надо быть предельно осторожными, надо выбирать скорость движения, соответствующую состоянию покрытия дорожного, и, естественно, саму манеру езды резко не тормозить, резко не поворачивать, все, что вроде бы как мы должны были освоить за эту зиму. Оттепель не значит, что это все можно забыть, все еще надо быть осторожными по утрам. Кроме того, оттепель – это значит, что будет очень сложная езда по гравийным дорогам, это маленькие дороги в сельской местности, местные значения дороги, а их зимой содержат со слоем снега. Для того, чтобы там было удобнее проезжать, также зимой, при постоянных зимних погодных условиях, там делают, так сказать, такие бороздки, не знаю даже, как правильно по-русски, ревошина, по-латышски это называется, и в самых опасных местах на поворотах под горки посыпают песком. Естественно, что вот теперь бороздки растаивают, песок весь смывается дождем и тающим снегом, поэтому эти дороги будут очень-очень скользкими, с этим надо считаться, и в принципе с этим ничего и не поделаешь, там просто надо быть очень осторожными, передвигаясь по этим дорогам. Говоря о сегодняшнем утре конкретно, то сегодня утром по всей стране дороги были скользкими и обледеневшими, работало более 180 единиц техники наших коллег, службы по содержанию дорог, Латвии Саут-Аотель-Уст-Ратайс. В настоящее время главные и региональные дороги уже в настоящее время в хорошем состоянии, кроме тех, которые находятся в окрестностях Кулдыги и у границы с Эстонией, Айнежи, Алоэ, там еще на региональных дорогах тоже скользко. На остальной территории скользкими остаются местные дороги, так что будьте предельно внимательны. Да, наверное, такой традиционный вопрос с начала весны. Есть ли какие-то прогнозы, когда могут начаться какие-то ремонтные работы на главных государствах дорогах? Ремонтные работы начнутся, как только этого позволят погодные условия. Строительный сезон дорожников, он очень сильно зависит от погодных условий. Ремонты мостов, ремонты гравийных дорог, возможно, местами могут начаться раньше, потому что особенно для мостов не так важна постоянная температура. Но для всех остальных каких-то асфальтовых работ нужны постоянные погодные условия. Надо, чтобы и днем, и ночью температура была выше 10 градусов по Цельсию среднее. Поэтому, скорее всего, как обычно, это начнется где-то в апреле, в мае. Но еще раз говорю, что это очень сильно зависит от погодных условий, которые мы, к счастью или к сожалению, не умеем регулировать. Так что полностью зависим в этом вопросе от погоды. Какие самые крупные проекты по ремонту или, может быть, даже строительству новых дорог предусмотрены в этом сезоне? Строительство новых не предусмотрено в этом сезоне. В этом сезоне, так же, как и в прошлом году, больше всего ремонтов будет на региональных дорогах. Это будет восстановление покрытия по всей стране, в очень многих районах и регионах. Более чем на тысячи километрах государственных дорог будут проводиться в этом году работы. Крупные такие проекты по перестройке в этом году особенно не будут. Будут восстанавливать покрытия на Таллинском шоссе, на Валмирском шоссе будут прокладывать акустическую маркировку по середине дороги, знаете, для того, чтобы водители не зацепали. И много-много других проектов, я думаю, в течение ближайших двух-трех недель на домашней странице Латвии Силосцели можно будет посмотреть всю полную карту запланированных на этот год строительных работ, и каждый сможет посмотреть, какая ближе к нему дорога будет ремонтироваться. Вы только что упомянули акустическую маркировку. Скажите, а какие еще современные, интересные, новые решения нас ожидают? Ну, чисто технологически. Чисто технологически в этом году начнется проект, который называется «Смарт-2». Это такое продолжение проекта, который был на «Авиапалтике». Может быть, автоводители заметили, на Бауском шоссе, на Таллинском шоссе установлены дорожные знаки электронные, которые работают в тех случаях, когда это необходимо. То есть включаются, если есть обледенение, предупреждают о заторах, о тумане. Продолжение этого проекта будет на Видзенском шоссе. Это участок от Риги до Сигулды. Вернее, даже наибольшее количество оборудования будет на участке от окружной дороги Рижской до Сеймейте. Там в течение этого и следующего года планируется установить камеры видеонаблюдения, оборудовать умным оборудованием пешеходные переходы в Бангажи. Также планируется установить несколько таких электронных дорожных знаков. Это то, что касается каких-то современных технологий. Наверное, самое такое будет интересное в ближайшие годы. Все остальное – это восстановление дорожного покрытия и реконструкция дорог. Не столь современное, но очень-очень нужное. Есть ли какое-то понимание, насколько можно будет еще задействовать для этих ремонтных работ европейское финансирование? В этом году что-то можно ожидать? В этом году мы работаем с остатками европейского финансирования прошлого периода. Прогнозируем, что это будет порядка 10-11 миллионов евро. То есть, как я и сказала, это остатки, оставшиеся в предыдущих периодах. Что касается фонда Кахезии этого периода, в настоящее время у нас нет информации. И также нет информации, что будет или будут ли доступны деньги из вот этого нового инструмента для улучшения экономики после кризиса ковида. К сожалению, нет такой информации. Хорошо. Огромное спасибо. Огромное спасибо. С нами на связи была Анна Кононова, руководитель отдела коммуникации «Латвия-Свал» с целью. И становится из этого разговора ясно, что дороги становятся все умнее. Нам нужно остается только от них не отставать. А автомобили становятся все умнее, между прочим. Да, да, да. Вот это вечно подводит прослойка между рулем и водительским сидением. Поэтому, пожалуйста, будьте предельно внимательны, бдительны, лишний раз не газуйте. А если вы заметите какие-то неполадки на дороге, какие-то опасные ситуации, разрушение покрытия и так далее, нужно обращаться, конечно, на социальные сети предприятия «Латвия-Свал» или «Твиттер» или «Фейсбук», или найти где-то в сети тоже круглосуточный телефон 8300 и 45.